Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Начинаю новый влог моего обычного, обыденного дня. Встала сегодня не так рано и решила начать день с уборки. Мама сейчас в деревне, а значит я абсолютно одна дома. И вы знаете, я как всегда стала более организованной. Первым делом убралась в гостиной, протерла везде пыль. И как вы думаете, на фоне какую передачу или сериал я смотрю? Конечно же, ретро-серии Дома 2, от которых уже давным-давно всех тошнит. Но только не меня. Взяла себе за привычку каждое утро проветривать помещение. Хотя раньше никогда этого не делала. Мне очень хочется выпускать на своем канале видео с какой-либо периодичностью. Вам тоже на заметку, алгоритмы YouTube в таком случае работают намного круче. И вы чаще будете в рекомендации. Но как бы я этого не хотела, пока что у меня не получается. Я это делаю чисто по зову сердца. Порой бывает, мне хочется просто порисовать. Я снимаю для бумажного канала. Иногда мне хочется снимать какие-то блоги, когда-то мукбанки. И, в общем, периодичности никакой. И, кстати, мама купила вот такие покрывалы для дивана и кресел. И я выложила свой инстаграм. И все просто засрали. Ну, что за фигня? Ужасно смотрится. Мне кажется, очень даже ничего. Так вот, несмотря на периодичность, все равно мои видео набирают хорошие просмотры. И меня действительно это очень радует. Я просто не могу забросить этот канал. Поэтому я стараюсь в одинаковой периодичности снимать и на азербайджанский канал, и на этот. И даже стараюсь сделать влоги более-менее похожими. Конечно, это на 100% понятное дело не получается. Потому что сняты в разные дни. И в разные дни у меня есть разные дела. Но в любом случае, я стараюсь делать их максимально похожими. Чтобы в комментариях не было претензий. Моя бабушка всегда учила меня, что после каждого приема пищи обязательно надо за собой помыть тарелку. Как вы видите, я ничего не усвоила. И коплю всю посуду и мою ее один раз в день. А все знаете, почему? Это зависимость от интернета. Мне обязательно надо поставить какую-то передачу, влог, мукбанг, неважно. И параллельно мыть посуду. А когда посуды мало, я ничего посмотреть не успеваю. Поэтому посуду коплю, смотрю что-то параллельно. И мне это доставляет, если честно, удовольствие. То же самое у меня с глажкой. Если сейчас я у тебя на фоне, обязательно дай мне об этом знать. Признавайся. Вчера вечером никак не могла уснуть, потому что у меня растет зуб мудрости. Вообще, когда мне ставили брекеты, мне говорили, что зубы мудрости надо обязательно удалять. В противном случае зубы обратно будут искривляться. Пару штук я уже удалила хирургическим методом. А эти мне просто лень. Не то, что я боюсь стоматологов. Нет, я просто обожаю стоматологов. Просто я знаю, что 2-3 дня я буду опухшая и все дела. Сейчас у меня такое вдохновение снимать, что-то делать, контент, все дела на этот канал, на другой. Не знаю, не могу я сейчас выделить время на то, чтобы удалить зуб мудрости. Поэтому просто утром выпила обезболивающее и начала делать свои дела. Не знаю, насколько длинный влог получится, но я хочу заснять чисто сегодняшний день. То есть, я не люблю добавлять во влог 2 дня, соединять их вместе. Если даже день получился не особо насыщенный, пусть этот влог будет 10 минут, но пусть он застоит только из одного дня. Не знаю, какая-то у меня психологическая особенность. Если я вчера начала снимать влог, то я сегодня его уже с такой охотой снимать не буду. У меня это чисто один день должен быть в обязательном порядке. Я, правда, еще, к сожалению, свои дела не закончила, но я уже проголодалась. Будем пить чай с моим любимым Твиксом. И, кстати, мой кот тоже назван в честь этой шоколадки. Мне одна из подписчиков написала, что было бы круто назвать его тоже Твиксом, потому что, когда я его подобрала около супермаркета, их было два одинаковых котика, поэтому он Твикс. И да, у Мукбанг я вам обещала показать мой новый журнальный столик, если его так можно назвать. То есть теперь я его переношу в любую часть квартиры и снимаю на нем Мукбанг, выкладывая сверху мою большую дощечку. Сняла отдельное видеообзор, распаковочку, как я его собирала и все дела. И вы знаете, большинство в комментариях недовольны с моим мнением, что он некачественный. Кто-то заказал его до меня и писали там внизу, что уже долгое время служит, что ты придираешься и все дела. И вот почитав эти комментарии, я по-другому посмотрела на него и теперь он мне тоже нравится. Кушать мы будем жареные роллы, я их очень люблю, еще они были на скидке, я просто не удержалась. И я, кстати, удивительно для самой себя начала кушать васаби, правда совсем чуток, вот прям капельку, но все равно начало уже положено. Сейчас я быстренько перекушу, мне надо идти на пункт выдачи, я заказала кроссовки и не только для себя. Три пары, и как раз таки они пришли. И сразу пришел попрошайка. Дашь ему роллы, кушать не будет. Но постоянно с таким голодным взглядом. И у меня, девочки, очень не вовремя предательски сломал ноготочек. Как вы думаете, что я делала? Я открывала банку Кока-Колы и вот так вот у меня откололся кусочек, к сожалению. Хотя все остальные ноготочки в идеальном просто состоянии. Уже 10 дней я хожу с этим маникюром, даже может побольше. И мне он действительно очень нравился. Но вот, к сожалению, произошло такое ЧП. И сегодня мы это все дело с вами будем переделывать. Но для начала мне нужно пойти и забрать посылочки. Так как в основном все после работы идут забирать свои посылки вечером, там бывают очереди. Поэтому лучше сходить сейчас. И погода просто обалденная. Быстренько нанесу совсем легенький слой тона. Он у меня уже заканчивается от NYX. Не знаю, смогу ли на сегодня выдавить капелюшечку. О! Посмотрите сколько! И кто знает, тот знает, у меня есть фетер, что я обязательно должна заканчивать косметику до самого конца. Надеюсь, что мой самодельный штатив меня не подведет. Кстати, девочки, у меня к вам вопрос. Я очень хочу в этом году прям сильно загореть. И мне хочется прям загореть лицом. И я вот не знаю, какой SPF мне стоит купить. У меня уже есть SPF 50, но с ним, получается, я вообще не загорю. Я вроде перелопатила весь интернет, и там не нашла ответ на мой конкретный вопрос. Я очень хочу загореть лицом, потому что в прошлом году у меня лицо так и осталось белым, хотя тело загорело. А в этом году хочу сделать упор на лицо, наконец-то. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы это делаете. Я просто слышала, что на лице появляются пигментные пятна, да и далеко не ходи. Я знаю человека, у которого на лбу появилось пигментное пятно, из-за того, что человек не использовал SPF. Но если я буду использовать SPF, то я же, получается, не загорю, или я что-то неправильно понимаю. Возможно, сейчас в комментариях начнется, вот, дурочка, ты не знаешь элементарные вещи. Ну, не знаю, что вот поделать. У меня не было особо опыта с загаром, и мне хочется быстрый, красивый тон, причем с минимальным вредом для здоровья. Я с Турции заказывала отбеливающую пасту для зубов. Кстати, неплохая, круто отбеливает. И вот, когда я ее заказывала, мне в подарок положили SPF 50 от фирмы ProSkin. Я его сразу отдала маме, потому что мама вообще не любит цвет загара. Я вот сижу сейчас, крашусь в темноте, смотрю на камеру, я себя, кстати, вижу. Получается ужасно, ну, что поделать. Я все никак, ничего не придумаю с освещением, сижу в углу, крашусь, и потом выхожу на свет. И в шоке от того, какая матрешка получилась. Обожаю во влогах краситься и с вами болтать. Это прямо самое любимое. Вам, наверное, уже надоело лицезреть эту картину. Все делаю вот этой палеткой от NYX, она невероятная. По виду этой палетки уже понятно, насколько сильно я ее люблю и как часто я ее пользуюсь. Я в курсе, что, скорее всего, это информейшн, никому нафиг не нужна, но я просто не знаю, что делать. Сейчас мамочки нет, и я, получается, через день чищу лоток Твикса. Возможно, я просто лентяйка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько раз в неделю вы чистите лоток своему коту. Возможно, есть кто-то, кто смог приучить кота к унитазу. Я смотрела видео-туториалы, но я такое сделать не смогу. Точнее, мой кот очень послушный. Мне просто интересно стало. Может быть, у меня в комментариях есть кто-то, кто смог это сделать. А было бы вообще круто, если бы были какие-то курсы, на которые на недельку можно было бы отправить своего кота, и его бы научили ходить не в лоток, а на унитаз. Ну, такая школа или лагерь. Но я про такое вообще не слышала. Совсем слегка просто подкрасила реснички. И всё. С помадой. Ну что, как вам? Я готова. Вчера искупалась, легла спать, не расчешавшись. Не расчесавшись. И у меня всё, колтуны тут сзади. Пункт выдачи, в который мы сейчас пойдём, находится недалеко от моего дома. Но есть другой пункт выдачи, который ещё ближе. Но я просто привыкла ходить туда. И плюс, это некая физкультура. Почему бы не пойти чуть-чуть подальше? Я как-то привыкла туда ходить. Поэтому каждый раз заказываю туда. Так как я очень часто заказываю и заказываю у разных продавцов, следовательно, эти посылки тоже приходят с периодичностью. То есть, сегодня одна, послезавтра следующая. И курьер каждый раз приходит и отдаёт тебе эти посылки. Каждый раз тебе нужно быть дома, когда он с посылками приходит. Поэтому это не очень удобно. Так что погнали сами забирать. Погода тоже на улице совершенно непонятная. Кто-то в шортах, кто-то в куртке. Что одевать непонятно. В принципе, решила не переодеваться. Просто сверху накину вот эту уже кеточку. У неё, кстати, ещё есть топик, но он мне как-то не очень нравится. Кто помнит мои старые распаковки, я заказывала его с шеей. Ну и решила надеть самые обычные джинсы из последнего приобретения. Мне просто очень фортануло, что в лифте кроме меня никого нет. Потому что у меня очень вонючие пакеты. Обычно как так бывает, я не захожу в лифт, а спускаюсь по лестнице. Извиняюсь за подробности, это дела от Викса. И опять я забыла надеть очки. Я сейчас хочу зайти в ломбард и сдать цепочку, которую я не ношу. Которая у меня достаточно давно, и она мне не нравится. Если мне предложат очень низкую стоимость, я, наверное, её не продам. Пусть останется. А если цена будет более-менее приемлемой, я просто доложу сверху и куплю модель, которая мне нравится. Я думала, пункт выдачи закрыт. Но, как оказалось, нет. Слава богу, они работают. И здесь абсолютно никого нет. Мне пришло аж 4 посылки, представляете? Всё, я обязательно открою и вам покажу видео. И отдельно буду снимать каждую распаковку. Ну что, мои хорошие, всё добро у меня. К сожалению, цепочку продать не получилось. Мне предложили очень маленькую стоимость, и я решила её оставить. Чем за такие гроши отдавать, лучше хоть изредка буду носить или кому-то подарю. И какая шикарная погода на улице. Даже не стоило одевать этот жакетик. На улице прям лето. Я всё, естественно, забрала. Кажется, что пакеты огромные. На самом деле, они не тяжёлые. В основном это обувь. И ещё кое-что интересное. Даже сама не помню, что я заказала. Хорошо, что сегодня пришли все уведомления, потому что завтра я еду за мамочкой в деревню. Я не знаю конкретно, сколько я там останусь. Планируется, что я там останусь всего 3 дня. Но обычно всегда так бывает, а я остаюсь больше. Ну а цепочка, про которую я вам говорила, это вот эта. Сейчас поближе вам покажу. Мне за неё предложили всего 30 монат. Это, конечно, смешная цена. Причём, вы знаете, когда золото нам продают, вот эти камни, они пробивают как золото. А когда у нас покупают, вес камня вычитывают из изделия и просто покупают как лом. Но я про это на самом деле знала. Это такая капелька голубая. Её можно продать либо у себя в инстаграме азербайджанском, либо просто оставить себе или кому-то подарить. Потому что продавать за такую стоимость вообще невыгодно. Тоненькая цепочка здесь. И вот такой голубой камешек. Точнее, синий. Я сейчас, наверное, не всё буду открывать. Открою только обувь. Всё остальное буду распаковывать в кадре. Здесь у меня три пары обуви. От моего любимого бренда две пары. И вот это в новинку взяла новые кроссовки. Они были на скидке. И вот эти маленькие посылки я, наверное, открывать не буду. Уже лето! Нафига тебе кроссовки? Сказать честно, я кроссовки очень люблю. У нас в Азербайджане даже зимой можно ходить в кроссовках. То есть можно легко обойтись без сапогов. Поэтому лишняя пара не помешает. Я вообще фанатка удобной обуви. И это травма детства. Когда я была совсем мелкая, где-то училась в седьмом классе, я уже начала ходить на шпильках. Отойди, леопард моч. В общем, я была мелкая, и я носила обувь на каблуках. Мне мама, представляете, разрешала. Хотя в классе никто не ходил на каблуках. Я выглядела просто как дурочка. Но мне безумно этого хотелось. И я рада, что мама в тот период не запрещала мне делать то, что я хочу. И самовыражаться. Короче, вот такие белые кроссовки. И самая фишка заключается в том, что здесь есть вот такие стразы, которые нацепляются на шнурки. Как я поняла, они разъемные. Если вы хотите постирать и все дела, вы убираете эти стразы. А затем обратно прикрепляете. Кто из Азербайджана меня смотрит, я на всякий случай оставлю ссылочку. Вдруг они еще есть в наличии. Переходите. Если вам нравится подобная обувь, тоже заказывайте. Так, это у нас 38 размер. Давайте откроем еще вот эту красоту. Ну, здесь видно мой адрес. Здесь тоже видно мой адрес. Коробка, правда, повредилась. Это, конечно, плохо. Больше всего я хотела вот эти кроссовки. Они тоже идут со стразами. И мне так они нравятся. Причем начальная цена была 53 монаты. Я не хотела их покупать по полной стоимости. Поэтому подождала скидки. Именно в кремовом цвете хотела. У меня уже есть обувь от этого бренда. Каждый день ношу и в отличном состоянии. Вообще у этого бренда 2 миллиона подписчиков на Тренд Йол. И теперь я понимаю, почему. Действительно очень качественная обувь. Размер я взяла 38. Когда я покупаю кому-то на подарок, я стараюсь видео вам об этом не говорить. Могу объяснить, почему. Даже если я купила на подарок, я об этом видео вам не говорю. Чтобы человек, который получит этот подарок, для него был какой-то сюрприз. Так. Следующие. Очень красивые девочки. Какая красота. Это просто отвал башки. Просто супер. Очень красивые. А еще какие они удобные в носке. Маме тоже взяла из натуральной замши. Очень крутые. Так. А вот этот вот пацан, он тоже хочет участвовать в распаковке. Вчера вечером я сидела и смотрела видеовлог, как я его подобрала. Три с половиной года прошло с момента того, как Твиксик с нами. Что здесь, я понять не могу. Это я знаю. Это сумка. А что здесь? Сейчас гляну. О, я совсем забыла. Я заказала два парфюма от Zara для своего братика. И они тоже пришли. Надеюсь, что коробка в нормальном состоянии. Как я обожаю вот эти мелкие покупки оттуда, отсюда. Особенно вот эти... Ой. Особенно вот эти кроссовки. Это просто красота. Это, правда, не зашнурованные, а эти уже со шнурками. А теперь со скоростью света переодеваемся в домашнюю одежду. Это у меня самые обычные такие финки, или как правильно их назвать. И вот такой вот свитер. Увидев сегодня на улице хорошую погоду, я решила отключить отопление. И сейчас я чувствую, что уже мерзну. Поэтому оделось тепло. Вечером все равно холодно. А еще в ближайшее время надо сделать порядок в шкафу. Убрать уже потихоньку зимние вещи и перевесить летние. Как же я не люблю подобные казусы, но он произошел. У меня сломалась палеточка. Теперь я буду пытаться ее добить до конца года. Хотя вряд ли у меня это получится. Я не знаю, как произошло это ЧП. Но вот результат налицо. Поэтому эта палетка теперь будет участвовать в каждом моем макияже, чтобы быстрее ее добить до конца. Ну а мы с вами, пожалуй, пойдем делать, наконец-то, коррекцию. Как всегда, прям здесь в зале буду делать, потому что здесь телевизор. Параллельно я обязательно что-то смотрю, чтобы мне было не скучно. Единственное, нужно притащить штатив, чтобы снимать для вас хоть какие-то моменты процесса. С цветом я пока что и дизайном не определилась, но длину точно укоротить хочу. Я, кстати, посмотрела, оказывается, с этими ногтями я ходила ровно 15 дней. Когда ты блогер, очень легко зайти в архив истории и очень удобно посмотреть, когда именно произошло то или иное событие и восстановить хронологию. Так как весь свой день ты выкладываешься к себе в инстаграм. Я устанавливаю свой штатив. Он очень удобно снимает сверху. И на него можно крепить не только камеру, но и телефон. Я его купила чисто по рекомендации одного из блогеров. И он идеально подходит для съемки бумажных сюрпризов. Она его прям нахваливала. И вот после того, как я купила и уже пользуюсь на протяжении года, я понимаю, насколько удобная штука. А сейчас я просто планирую снимать процесс того, как я снимаю покрытие. Может, какие-то моменты маникюра. И очень удобно, когда камера снимает сверху и совершенно не занимает твои руки. То есть ты спокойно можешь делать свои дела. Наверное, для моих зрителей, которые живут в других странах, кажется странным, что я удивляюсь элементарным вещам. Но я этот штатив у нас в городе искала прям, наверное, на протяжении 2-3 месяцев. Никак нигде не могла найти. Итак, первым делом убираем старое покрытие. И если честно, это одно из моих любимых. То есть самый любимый процесс. Причем, когда я делаю это именно сама. Мне суперяркие неоновые ногти никаким образом не надоедают. И они меня абсолютно не напрягают. Если они не сочетаются с моим луком. Сейчас в комментариях, наверное, начнется маникюр дорогой девушки. Это нюд или красные? Что за колхозные ногти? Ну, девочки, мне нравится. Соглашусь с вами, что тихая классика. Это действительно очень красиво, утонченно, нежно. И некоторым девушкам это безумно идет. Но не мне. У меня просто в душе сидит Федор, который мне говорит. Сделай яркие, сделай зеленые. А давай в этот раз голубые. Ну, нахреначь, ты фига геля. Почему нет? Кстати, поймал недавно себя на мысли, что уже ровно год я не покупала новые гель-лаки. На самом деле смысла в этом мало. Надо использовать те, что у меня есть. А так, на минутку, в моей коллекции есть пару оттенков, которыми я ни разу не делала маникюр. Представляете? Такие блестки различные. И в этот раз как раз попробуем сделать что-то из этой категории. Педикюр я себе переделала вчера. Это происходит у меня очень-очень быстро. Отрезала ногти прям под корень, потому что в обуви пока что я хожу закрыты. Кроссовок новых у меня много. Всех их я буду носить. Поэтому длинные ногти на ногах пока что мне не нужны. Каждый раз я обещаю себе, что в следующий раз буду делать какие-то интересные ноготочки. И точно торопиться не буду. Но сегодня поставила себе дедлайн час. За час я должна уже закончить свои ноготочки. Поэтому будем делать что-то простенькое. Каждый раз в видео вам говорю, но все равно бывают комментарии. Я не профессионал. Я любитель. Делаю себе ноготочки. Уже достаточно давно. Результат мне всегда нравится. Но почему-то, когда я их делаю слишком длинными, они у меня ломаются. То ли гели я ставлю мало, то ли гель выбираю не тот. И еще плюс. Ладно, что они ломаются. Мне вообще неудобно супер длинной длиной. Или когда медвежата клеят. Или какие-то бантики. Это, конечно, очень красиво. Но у меня вечно цепляется. Не знаю, как у вас, но когда я меняю форму, у меня очень много времени уходит на это. Решила сделать вот такой овал. Потому что он максимально удобный. Правда, уже потратила много времени на это. Остался вот этот ноготочек. Его тоже сделаю таким же. Мне кажется, очень красиво. Хочется мне какие-то блестки сделать. Или что-то однотонное. Буквально просто в один слой сделала вот такие блестки. Даже не хочу второй слой. Очень нежно смотрится. Просто на видео как-то не особо. Вот. Вот такая вот красота. Казалось бы, просто обычные блестки. Но мне настолько нравится. Такая нежнятина получилась. И теперь я приступаю уже к правой руке. Она у меня тоже не особо долго получается. Здесь ногти длинные. Поэтому их будем укорачивать. И вот этот ноготочек я уже, кстати, сделала. Осталось всего 4 ноготочка. Ну все, мои хорошие. Результат у меня уже готов. Мне все нравится. Правда, форму поменяла. Такие самые обычные блестки. Осталось только помазать маслом. У меня вот такое вот самое обычное. Его мне дарила еще жена брата. Твиксик никак не может прийти в себя. Все мяукает и мяукает. Чего ему в жизни не хватает, я не знаю. Завтра мы едем в деревню. Естественно, я его тоже возьму с собой. На этом, пожалуй, уже буду завершать влог. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пока!